МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первым приходить на помощь. Отдельная гвардейская, краснознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского, Оренбургская казачья танковая бригада Центрального военного округа. Ни одна современная армия мира не обойдется без профессиональных военных. Речь не только об офицерах. Новейшие вооружения и технологии, которые поступают в войска, требуют мастерства от каждого военнослужащего. Россия не исключение. Ее армии нужны контрактники. Активно переходит на формирование по контракту гвардейская оренбургская танковая бригада. Это соединение, расположенное в Челябинской области, по праву считается одним из лучших в сухопутных войсках страны. Моя бригада, мой дивизион для меня, в первую очередь, это коллектив хороших людей. Танковая ска броневощадь России. Вроде не защищаем. Жизнь стяжного, как бы, казачьей, оренбургской, это звучит же очень прекрасно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бригада базируется в Чебаркульском военном гарнизоне на территории города Чебаркуля. Она оснащена надежным современным вооружением. Ее основная ударная сила, признанные одними из лучших в мире танки Т-72. В распоряжении бойцов все необходимое, чтобы научиться владеть такой техникой в совершенстве. Учебная база современная. Имеется возможность обучить, потренироваться на компьютерных тренажерах. По всем основным видам образцов боевой техники, которые у нас имеются на вооружении. Это и танкисты, и мотострелки, и зенитчики, артиллеристы, и другие специалисты. Под боком у бригады известный на всю страну Чебаркульский полигон. На этой грандиозной учебной площадке для военных ежегодно проходят крупные международные маневры с участием различных родов войск, включая авиацию. И танковая бригада – их постоянный, и один из самых результативных участников. Взрывы Взрывы Сегодня около 30% личного состава танковой бригады – контрактники. Но в скором времени их число заметно вырастет. Горжусь, что я служу в танковых войсках, что мне доверяют такую надежную бронемашину, которую мне каждого проекта дадут. На служащие срочно службы на меня смотрят, почти как на офицеры, тоже хотят подписать контракт. Бригаду знают и уважают в войсках. В 1990 году ее перебросили на Урал. В 2009 в связи с реформой переформировали в танковую бригаду, которая носит почетное наименование «Казачья». Южный Урал, он славен своими казачьими традициями. Как сказать, покорение Урала, Сибири, оно шло казаками. И, значит, крепость за крепостью, станицей за станицей, постепенно осваивался этот регион. Чебаркуль, где базируется бригада, небольшой современный город, комфортный для работы и жизни. Город Чебаркульс очень славится своими озерами, потому что очень много озер считается этой жемчужиной Урала. Вот сестра недавно приезжала, жена, она тоже военнослужащая, они мурманские, проходят вместе с мужем военную службу. Вы говорили, что зачем нам нужна эта Турция, когда здесь такие места прекрасные, красивые. В части особенно ждут специалистов на следующие должности. Командир танка, командир отделения, старший механик-водитель, водитель-радиотелеграфист. В 2012 года все контрактники проходят курс интенсивной общевойсковой подготовки. Сами бойцы назвали его «Курсом выживания» За шесть недель напряженных полевых тренировок в специальных учебных частях контрактники вспоминают особенности войсковой разведки, инженерной, саперной, огневой подготовки. Они учатся выживать в самых экстремальных условиях. Последние недели полевой выход. Совершается марш в 45 километров лес. Там неделю живем и об этом. С одной стороны, это очень даже интересно было. Тяжело, но интересно. Закончили, ну, наши девочки, все, кто съездили, закончили практически на отлично. Гвардейцы-танкисты не отвлекаются на хозяйственные работы в части. Их задача – боевая подготовка. Комфортную службу им обеспечивает гражданский персонал. Военнослужащие бригады, что срочная служба, что контрактная служба, целиком и полностью отстранены от невыполнений свойственных задач. Это начиная от уборки территории, приготовления пищи. Это уже традиционно в жирных силах готовит подрядная организация. Но также мы перешли на стопроцентно обслуживание техники под представителями спецремонта. Пожалуй, самый главный для контрактников вопрос – жилья не проблема. Неженатых военнослужащих размещают в казармах с кубриковой системой. Семейным дают комнаты в общежитии. Но кроме этого, они могут снимать квартиру в Чебаркуле. В городе несколько детских садов и общеобразовательных учреждений. Есть бассейн, ледовый дворец, музыкальная школа – все, что нужно для полноценного воспитания детей. При школе есть у нас различные секции, кружки. Дети постоянно тоже задействованы на момент, когда я нахожусь на службе либо в командировке. Получение своего собственного жилья для военнослужащих по контракту – тоже реальность. Министерство обороны дает им возможность вступить в военную ипотеку через три года службы. Пока контрактник в армии, ипотеку оплачивает государство. Система, она практически совершенна, быстрая. И военнослужащий в том регионе, в котором он хочет покупать все квартиры. В танковой бригаде работает медицинский городок. За здоровьем контрактников следят врачи-терапевты, хирурги, стоматологи. А после службы бойцы могут комфортно отдохнуть, не выходя за пределы части. Министерство обороны платит контрактникам солидные деньги. Их довольствие выше средней зарплаты на гражданки. Оно составляет от 23 до 35 тысяч рублей, плюс различные надбавки. Например, военнослужащие танковой бригады получают дополнительный районный коэффициент за службу на Урале, равный 25% от оклада. На гражданке я получал 6 тысяч. На семью мне не хватало денег. Поэтому я пошел по контракту. Сейчас абсолютно и хватает туда, и хватает на дом. Еще и остается съездить куда-то, в тоже Челябинск, походить по магазинам. Я в этом году приобрела себе, как бы, у меня был старенький автомобиль. Приобрела более новый, более комфортный, более большой автомобиль. Подавляющее большинство контрактников получают надбавку и за хорошие результаты по физподготовке. Изданный в 2010 году приказ министра обороны предусматривает надбавки от 50 до 300% от оклада по воинской должности военнослужащим, которые имеют высокие спортивные показатели. Ну, я получаю вообще премию по физо, по физической подготовке. Вот, она очень ощутима. Спортивные успехи военнослужащих Чебаркульского гарнизона – давняя традиция. Свой стремительный карьерный взлет, легенда советского хоккея Валерий Харламов, начал именно в Чебаркуле, когда играл за местную армейскую команду «Звезда» в сезоне 67-68 годов, будучи солдатом-срочником. Команда «Звезда» есть и сегодня. В соединении хоккей тоже любят. Здесь регулярно проходит внутренний чемпионат. Искушенные спортсмены могут тренироваться и в ледовом дворце Чебаркуля, который носит имя Харламова. Я уезжал в воскресенье в ледовый дворец с семьей, катался на коньках. Я видел наших контрактников, которые также всеми детишками катаются на коньках. Доступно в любое время года. У нас еще есть горнолыжный комплекс, вот он сейчас зимой будет работать. Солнечная долина называется, город Миас. Тоже очень много туда приезжает отдыхать людей. Как бы все ездят кататься на горках, на лыжах. Соключить первый контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны может любой гражданин с полным средним образованием в возрасте от 18 до 40 лет и иностранец со знанием русского языка в возрасте от 18 до 30 лет. При этом нужно успешно пройти сложный многоуровневый отбор и медицинскую комиссию. В социальный пакет контрактника, помимо прочего, входит возможность получения бесплатного образования, бесплатное медицинское и реабилитационное обеспечение, продовольственное и вещевое довольствие, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, льготы при выходе на пенсию. Более подробную информацию о службе по контракту можно найти на сайте Министерства обороны mil.ru и во всех военкоматах страны. Служба по контракту для меня – это будущее моей семьи и, соответственно, работа, интересная работа. Она сделала из меня мужчину. Служба по контракту – это, наверное, для меня в какой-то степени окно в будущее. К 2017 году число солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по контракту в российской армии, составит более 400 тысяч человек. В войсках ждут энергичных и ярких людей, готовых зарабатывать и быть успешными. Контрактники – профессиональные защитники Родины. Они знают себе цену и уверены в завтрашнем дне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...